В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте! И вначале короткий анонс. Все ради удобства пешеходов. Мэрия Махачкалы продолжает демонтаж торговых объектов, построенных вблизи городских тротуаров. Быть женщиной – великое предназначение. Отдел просвещения Муфтията и фонд Инсан организовали в Каспийске встречу с представительницами прекрасной половины. Подробности смотрите в выпуске. Дагестанские чемпионы попали под санкции. О том, кому Украина запретила въезд в страну, узнаем в спортивном блоге новостей. В Дагестане за год образуется более миллиона тонн мусора. В то время, когда текущие мощности республики позволяют утилизировать должным образом только 160 тысяч тонн. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Минприроды региона Ибрагим Ибрагимов. К концу 2024 года у нас планируется построить три мусоросортировочных завода, которые, по мнению чиновника, должны решить данную проблему. В Махачкале вновь освобождают тротуары от нестационарных торговых объектов. На улице Толстого демонтируют павильон, примыкающий к капитальному строению, которое занимало пешеходную дорогу. С владельцем коммерческой точки представители мэрии провели разъяснительную беседу. Напомним, что в ходе аппаратного совещания, исполняющий обязанности главы города Резван Газимагомедов, призвал предпринимателей самостоятельно убирать такие конструкции. В ином случае их разбором займутся городские власти. При мэрии Махачкалы будет создана специальная комиссия для взаимодействия с общественными организациями, которые представляют интересы людей с ограниченными возможностями. Об этом стало известно на встрече Резвана Газимагомедова с представителями этих самых организаций. Инвалиды рассказали о своих проектах и сложностях, с которыми сталкиваются при их реализации. Так, руководитель благотворительного фонда «Колесо добра» помогает людям с ограниченными возможностями освоить новые профессии. Помещение, которое она арендовала, возможно, будет недоступно. Владелец повысил арендную плату. Глава города обещал оказать всю необходимую помощь, в том числе финансовую. Президент паралимпийского клуба по баскетболу на колясках «Скала» Карим Шахсаидов рассказал, что маломобильным группам сегодня не хватает площадок для занятий спортом. Основная проблема в том, что спортивные объекты, они для некоторых людей труднодоступны. Вот если я сам занимаюсь профессионально армреслингом, и вот школа армреслинга, где я тренируюсь, он, наверное, не обновлялся. Вот как я туда пришел, он с такого же года, вообще-то ничего не изменилось. То есть хотелось бы немножко как бы наладить работу, потому что не все, как бы, кремера, может быть, как я это вижу, некомпетентны в этих работах. То есть вот как я туда пришел, 16-го года я слышал о том, что там выделен, был проект, выделены деньги на пангус для того, чтобы колясочники могли подъехать в этот зал, а он труднодоступен, то есть я на костылях там зимой, мы там с ребятами ели, проходим туда-туда, получается. А у нас очень много людей ко мне обращаются именно к колясочникам, которые хотят заниматься спортом. Давайте нашей спортивной школе, которая есть, комитету по спорту мы дадим поручение в разных районах, в трех районах, чтобы в разных местах были школы, куда вы могли бы ходить, и бесплатно будете посещать, заниматься. Определим часы определенно, чтобы график ввели, чтобы для вас были, это же нормально будет. К другим темам. Юные кондитеры и повара из Дагестана заняли призовые места на открытом чемпионате Москвы по кулинарному искусству. У республики гран-при и первое место в номинации «Золотой призер арт-класс». Первое место заняла 18-летняя кондитер Айшата Базова за приготовление композиций из шоколада, карамели и марципана. Помимо этого, юные повара Рашид Айбатов и Гаджикурбан Джамалов вышли в полуфинал чемпионата. В кулинарном состязании приняли участие более 300 человек из 15 регионов России, а также зарубежных стран – коллеги из Белоруссии, Казахстана и Сербии. Быть женщиной – великое предназначение. Мероприятие с таким символичным названием прошло накануне в Каспийске. Вечер был организован председателем Совета имамов города совместно с отделом просвещения Муфтията и Боготворительным фондом Инсан. На встречу были приглашены представительницы прекрасной половины разных возрастов и профессий. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Началось мероприятие чтением священного Корана. На протяжении всего вечера для зрителей была подготовлена духовно-познавательная программа, нашиды, выступления богословов и спикеров. Они говорили о ценности женщины в исламе и о том, насколько значима ее роль в жизни. Дорогие мои сестры, от вашего настроя в доме, от вашего настроения, от вашего мнения, даже мнения, не то что слов, иногда мнения, когда муж чем-то делится, советуется. И если, когда супруга поддерживает мужа в хорошем, в благом, от этого, конечно, очень многое зависит. Меня воспитала моя мать в большей степени, потому что отец работал. Научила в 9 лет и читать Куран, и делать намаз, воспитала. Все, что во мне есть хорошее, в большей степени, это благодаря моей мати. Отец, безусловно, тоже участвовал, но, как обычно принято, муж практически всегда зарабатывает, занимается пропитанием. И знаете, когда я изучал биографию великих по-настоящему людей, которые добились успеха и в религии, и в мирском плане, каждый из них так или иначе делал какую-то отсылку, по крайней мере тех, кого я изучал, какой-то женщине в его жизни. Это могла быть мать, это могла быть сестра, это могла быть жена. На встрече отметили 70 женщин благодарственными письмами и цветами. Все они поддерживают чистоту на улицах Каспийска на протяжении многих лет. Эти работницы коммунальных служб всегда остаются в тени, но заслуживают особого внимания, отмечали выступавшие. Здесь со стажем 20 лет и выше, которые убирают наши улицы, подметают. Эти люди, им никто внимания не оказывает, они получают свою зарплату небольшую. Когда все мы с вами спим, они 2 часа ночи выходят, подметают улицы наш, мусор за нами убирают. Я хочу сегодня их именно отметить и выразить им человеческое спасибо, баракаллах. Бо сегошней дарует вам долг и плеч жизни и здоровья. На этом внимание и поддержка не закончилась. Фонд «Инсан» передал материальную помощь в размере 150 тысяч рублей многодетной вдове Адье Абдурахмановой. При поддержке председателя Совета Имамов, при вашей поддержке, мы сделали повторный сбор и определенную сумму собрали. Конечно же, эту сильную женщину мы пригласили сегодня сюда, чтобы ее обрадовать. И передать те средства, как помощь, определенная помощь, чтобы она жила своей мечтой и чтобы она могла осуществить свою мечту. Это небольшой шаг реализации той большой задачи, которую она поставила перед собой, чтобы дети радовались. Я хочу через своего волонтера передать, мы собрали определенную сумму. Здесь небольшая сумма 150 тысяч рублей, но это будет, я думаю, немаленькая помощь для нее. Завершилось мероприятие розыгрышем путевки на Малый Хадж и других ценных призов. Саид Меджидов, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Каспийск. И к новостям спорта. Украинская Рада ввела персональные санкции против российских спортсменов. Всего в списке 55 человек. Среди них оказались и дагестанцы, двукратный олимпийский чемпион Абдул-Рашид Садулаев и победитель Олимпиады в Токио Завур Угуев. В списке также есть бывшие спортсмены, ныне являющиеся депутатами и функционерами. Санкции продлятся 10 лет. Они предусматривают блокировку их активов на Украине, ограничение торговых операций, а также применение запретов въезда в страну. Лига ЮФЛ провела 18-й отборочный турнир по смешанным единоборствам. Очередные межрегиональные соревнования прошли в Нальчике. В октагон выходили бойцы из Дагестана, Калмыкии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Цель турнира – дать молодым спортсменам возможность проявить себя и попасть в основную лигу ЮФЛ. Всего зрители увидели 11 профессиональных поединков. В главном бою вечера местный боец Руслан Кормоков болевым приемом на руку одолел Марата Амарова. Турнир был организован дагестанским клубом Universal Fighter при поддержке Федерации ММА Кабардино-Балкарии. ММА Кабардино-Балкария, очень рад сегодня здесь находиться. И от лиги ЮФЛ хотим выразить благодарность за ваше гостеприимство, за то, что вы поддержали наш турнир. Ищало, это будет ежегодно. Я вам уверен, что с помощью наших не безразличных людей и с помощью поддержки президента Федерации мы будем делать ее международным. И, конечно, вот именно вот здесь рождаются настоящие легенды, чемпионы. Все бойцы прошли вот этот путь. Поэтому мы еще раз будем создавать условия, будем всячески помогать, продвигать бойцам. С вашей стороны нужна поддержка, чтобы вы поддержали, приходили и показали свое уважение, любовь к нашему виду спорта. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и удачных вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok